Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Нечистые пруды. Моррыбы у ЦСКА как следствие пустых чиновничьих обещаний. Проверки по фарватеру. Ежедневные рейды инспекторов ГИМС. Рахманинов под открытым небом. Уникальное звучание Рязанского Кремля. На Рюминском пруду очередной ЧП. Моррыбы, который можно наблюдать прямо с берега. Природоохранная прокуратура, конечно, отреагировала. Но проверка взятых проб – дело небыстрое. А ведь еще каких-то пять лет назад здесь обещали создать настоящее биоплато. И даже грезили фонтанами. Вот такой картины сегодня встречают отдыхающих рюминские пруды. Прямо у берега десятки тушек мертвого карася. Того самого серебристого карася, которого зимой так любят ловить здесь участники рыбатлона. Нет, конечно, рязанцев мором рыбы сегодня не удивишь. Но это же именно то место, о котором наши журналисты говорят уже не первый год. На возмущение местных жителей Межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала молниеносно. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации в сети интернет была выявлена информация о массовой гибели рыбы в районе ЦКПО города Рязани. В связи с этим природоохранной прокуратурой организована проверка с целью установления причин гибели рыбы. Привлечены специалисты. Организован отбор проб воды. По результатам проведенных лабораторных исследований, обследований будет принято решение о причине гибели рыбы и, соответственно, о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Мертвая рыба, впрочем, не единственное, что бросается в глаза при ближайшем рассмотрении. Старые покрышки, бутылки, пластиковый мусор и мутная цветущая вода. Порой здесь охватывает чувство брезгливости. А ведь еще пять лет назад городские власти обещали провести здесь глобальную реконструкцию. В прожекте даже клятвенно прописывали фонтан высотой 18 метров, лодочные станции, пляж и рассаду специальных растений, которые обеспечат экологическую безопасность водоема. Дескать, будут здесь и специальные габионные сооружения, а также биоплато в местах впадения реки Лыбедь. Но, похоже, эти обещания так и остались на уровне городских легенд. Хотя местные помнят все. Вот если мы посмотрим обратно, около пяти лет назад там висела табличка, что в 2018 году правительство обещает нам открыть здесь пляж, обустроить зону для туристов. Как видим, сегодня 2023 год, никакого пляжа здесь нет. И думаю, это еще очередной повод не верить ни в одно из этих надпусей. Еще в 2016 году на так называемую экологическую реабилитацию Рюминского пруда городские власти божились потратить. Вместе с федеральными деньгами больше 40 миллионов рублей. А с учетом ремонта гидротехнических сооружений все 60. Но дело, как видим, так и не сдвинулось с мертвой точки. Вернее, как сегодня говорят, надо бы актуализировать проектную документацию. Естественно, с увеличением финансовой составляющей. Ну а пока чиновники все делят, актуализируют и распределяют, Рюминский пруд уже начал превращаться в болотце с соответствующим запахом. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сводный отряд полиции Рязанской области вернулся из длительной командировки на Северный Кавказ. Наши парни вели охрану общественного порядка в одном из южных регионов страны. О том, как встречали полицейских, расскажем далее. Больше всего их возвращения ждали, конечно же, родственники. В строю ребята из сводного отряда полиции. Полугодичная командировка завершена. Равняйсь. Смирно. Равнение на середину. Товарищ полковник. Сводный отряд полиции Рязанской области. Реализующая задача по охране общественного порядка и общественной безопасности на территории СКР. Прибыл. Построен. Доложил командир СОП, подполковник Риченко. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищ полковник. Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Григорьев поздравил коллег с возвращением на родную землю. Он поблагодарил сотрудников за профессионализм, образцовую службу, слаженность действий, успешное выполнение поставленных задач. Полиции СМУ, отдельные роты охраны и коммунирования. Полковник, слышно, полиции. Служу Россию. Отличившиеся сотрудники получили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Теперь сотрудников ждет отпуск, после которого они продолжат службу в своих подразделениях. Государственная инспекция по маломерным судам стоит на страже водных и прибрежных объектов уже практически в ежедневном режиме. На этот раз профилактический рейд посвятили поиску маломерных судов без регистрации, а заодно проверили несанкционированные пляжи. Наша съемочная группа тоже прокатилась ветерком. На этот маршрут региональные инспекторы ГИМС выходят практически ежедневно. Под прицелом маломерные суда. Летние выходные деньки – время большого наплыва отдыхающих. Усиленный контроль просто необходим. Во время патрулирований проверяются судоводители, которые имеют в собственности маломерные суда. У них проверяют наличие документов, подтверждающих регистрацию данного маломерного судна, наличие права, прав на управление маломерным судном. И, соответственно, проводится беседа по безопасности поведения наводных объектов и использовании маломерных судов. Государственной регистрации подлежат все маломерные суда длиной до 20 метров, весом более 200 килограммов и мощностью мотора свыше 11 киловатт. После отметки в реестре собственник обязан получить права на управление. Есть, правда, одно «но». Лодкам без подвесных моторов и двигателей обязательная регистрация не нужна. У вас мотор не подлежит регистрации. Очень хорошо, что вы находитесь в спасательном жилете. Но в данный момент, когда вы шли навстречу нам, вышли по судовому ходу. Мы с того берега просто поперег шли. Я понимаю, но вам нужно идти. Если вы видите визуально буй, то от буй не более 5 метров нас в сторону судового хода. Если буй нет, не более 10-15 метров от берега. За такие нарушения строго пожурят. И на этом все. А вот если судно подлежит регистрации, а у вас нет прав, получите административные штрафы от 15 до 20 и от 5 до 10 тысяч рублей соответственно. Кстати, прямо во время рейдов с отдыхающими на пляжах, особенно на несанкционированных, инспекторы проводят профилактические беседы. Дети у вас купаются без присмотра взрослых. Я понимаю, что вы находитесь наверху, но вы должны прекрасно понимать, что, здравствуйте, что ребенок, вот если он, не дай бог, начнет тонуть, вы не успеете оттуда спуститься для того, чтобы спасти. Неважно, умеет ребенок плавать, не умеет. Это не озеро, это река. Здесь есть водовороты, здесь есть сильное течение. И поэтому, если у вас детишки купаются, будьте, пожалуйста, любезны находиться рядом с ними. За такую вот неосмотрительность на первый раз родители просто предупредят. В последующем оштрафуют на сумму от 100 до 500 рублей. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 27 по 30 июля Рязань впервые приняла международный оперный фестиваль под названием «Русская опера», посвященный национальным оперным традициям и творчеству русских композиторов. В нем приняли участие коллективы и солисты ведущих академических театров России, лауреаты национальной оперной премии «Онегин», а также артисты хора, балета и оркестра Рязанского музыкального театра. Произведения Рахманинова, Чайковского, романсы. В Рязанском Кремле несколько дней звучала музыка, которая входит в сокровищницу русской культуры. В день открытия шедевры исполнял Рязанский симфонический оркестр. Дирижер Сергей Проскурин отметил, что русское искусство особое значение приобретает именно сейчас, когда идет противостояние культур. Мы обладаем огромными сокровищами, мы это все знаем, но не только в области углеводородов. У нас неисчерпаемое и неискончаемое сокровище – это наша национальная русская культура. Русская опера – это вообще явление, впитавшее из себя музыкальную культуру многих народов нашей страны. Опера Рахманинова «Олега» в постановке Рязанского областного музыкального театра с участием солистов «Геликон оперы» и других театров Москвы тоже прозвучала под открытым небом в Рязанском Кремле. А в выходные камерный хор исполнял всеночную и литургию в Христорождественском соборе по написанным Рахманиновым партитурам. В заключительный день фестиваля в исторической атмосфере Рязанского Кремля прозвучала опера «Хованщина» в постановке режиссера Александра Тителя. 150 артистов и более 70 музыкантов оркестра. Это первая настолько грандиозная постановка на территории Кремля. К тому же Рязань стала первым городом среди регионов, жители которого увидели этот грандиозный спектакль, отмеченный «Золотой маской». Солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Николай Ерохин привел слова Модесты Мусоргского. «Можно будет увидеть прошедшее в настоящем, ведь все герои этой оперы взяты из русской истории. Это зрелищно и обязательно нужно увидеть своими глазами». Тем временем в лесопарке сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями организации по прокату электросамокатов провели своеобразный информационный ликбез школы вождения. В первую очередь для повышения дорожной грамотности. Теория – первый обязательный этап перед тем, как встать на деку. Слушатели такой лекции – активные пользователи городских электросамокатов, то есть школьники и студенты, которым дорожная грамотность, можно сказать, жизненно необходима. «Самокат сегодня – это однозначно городской транспорт. Более 80% всех поездок на самокатах нашего сервиса совершаются по транспортному сценарию. То есть рязанцы берут самокат для того, чтобы доехать куда-то по делам, решить какие-то свои ежедневные бытовые вопросы. И, соответственно, так же, как и другой городской транспорт, так же, как автобусы, скажем, самокаты не должны никого пугать. Все должны понимать, чего ожидать от самокатов». С начала года в области уже зарегистрировано 15 ДТП с участием самокатчиков. Как итог – 16 пострадавших. А зная, что самокат – это транспорт летний, большее количество этих аварий, разумеется, пришлось на теплые деньки. «В первую очередь, движение на электросамокатах и на, в принципе, на всех средствах индивидуальной мобильности должно использоваться одно средство – один человек. То есть передвигаться вдвоем нельзя на электросамокатах. Выезжать на проезжую часть разрешено только при отсутствии тротуаров, велодорожек, велопешеходных дорожек, пешеходных зон. И там, где разрешено движение со скоростью не более 80 км в час. И при этом электросамокат должен оборудован быть фарой спереди, фонарем красного света сзади, по бокам светоотражателями оранжевого либо красного света, а также иметь звуковой сигнал». По внутреннему распорядку сервиса кикшеринга электросамокатом можно пользоваться с 18 лет. Но здесь, в лесопарке, на огороженной площадке, да и под присмотром инспектора, прокатиться ребятам все же разрешили. Нам тоже. «На тренировочном заезде предлагают выполнить всего несколько упражнений. Это правильно стартануть, выполнить элемент змейка и после правильно припарковать свой самокат». Акция «Школа вождения» бесплатная. В Рязани ее проводят впервые. И если будет отклик у пользователей электросамокатов, то подобный ликбез станет чаще. «Божья ловитва». Молодежный форум с таким названием уже второй по счету прошел в Шацком районе Рязанской области, неподалеку от Успенского Вышинского монастыря. Место духовного подвига святителя Феофана Затворника. Какими были наставления священнослужителей в нашем следующем материале? «Мы не воссоздаем, а закладываем новую традицию». Такими словами охарактеризовал епископ Петерим проведение Феофановского миссионерского форума православной молодежи в окрестностях Выше. Сразу вспоминается, конечно, не евангельский сюжет, а о лове рыб. Ловитва рыб, когда апостол Петр говорит, что они всю ночь трудились и ничего не поймали. Господь ему говорит, забрасывайте сети и сейчас поймаете. И вот по молитве Господа они поймали столько рыбы, что шарсети даже не выдержали и порвались. И апостол Петр настолько был этим поражен, что он говорит, Господи, выйди из лодки. Я человек грешный, я не могу находиться с тобой в этой лодке. Такое потрясение было. И вот этот форум, он признан к чему? Чтобы нам уловить, вот как апостолы уловили эту рыбу, это же было все символическое такое действие, уловить души молодых наших, нашей молодежи, уловить все эти божественные, все эти евангельские. В палаточном городке на берегу реки Выше, близ монастырских стен, разместились участники трехдневного форума. Помимо религиозного содержания, форум был насыщен множеством событий. Мы создали себя в епархии впервые, это наша такая инновация, школу дронов. А то мы учим молодых людей управлять дронами. Это не для того, чтобы мы готовим сейчас из них каких-то военных. Это профессия управляющая дронами, она будет везде нужна в сельском хозяйстве. Нужно будет в ближайшие годы, до 30-х годов, миллион операторов дронов. Мы стараемся приглашать спикеров, которые выступают, вот сейчас у нас Виктор Николаевич, писатель, самых живых, самых таких настоящих, которые от сердца к сердцу. В прошлом году было 80 участников, сейчас уже 120, и это не предел. По словам епископа, Феофан Затворник, в чьих местах состоялся форум, уже никогда не оставляет тех, кто хотя бы однажды ему помолился. Библиотека художественного музея – это единственная отраслевая библиотека по изобразительному искусству в регионе. Ее фонд состоит из монографий, каталогов, альбомов по творчеству русских и зарубежных художников, а также сборников научных трудов. В конце недели открылась выставка таких редких изданий. Посмотреть на них можно в залах музея только до 13 августа. История создания библиотеки началась вместе с рождением музея в 1913 году. С небольшой коллекцией книг, среди которых были издания, принадлежавшие Ивану Пожалустину, а также иностранные энциклопедии, словари, биографии художников, определители по фарфору, керамике и металлу. Сегодня в библиотеке немало редких ценных изданий. Из нашей коллекции она насчитывает около 3000 экземпляров. Это издание самое раннее, это 1791 год. Это как раз издание многотомное Джорджа Вазари, жизнеописание великих художников, живописцев, скульпторов и зодчих. Оно вышло, сначала оно было не 12-томных, оно было гораздо меньше. Первое издание вышло в 1550 году, второе издание при жизни Вазари вышло тоже в 1568 году. А наше, я так полагаю, что наше третье издание, но с большим перерывом. Библиотека сотрудничает с крупными российскими музеями, Эрмитажем, Третьяковкой, Русским музеем и другими. На выставке представлено 129 книг и журналов, которые не только знакомят с авторами и издателями, но и дают представление об искусстве оформления русской и зарубежной книги. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова